Добрый вечер, в эфире «Вести» Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня в минеральных водах в рамках проведения 21-й российской выставки племенных овец и КОС состоялась двухсторонняя рабочая встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и главы Карачао-Черкесии Рахшида Тимрезова. В ходе встречи стороны определили ключевые направления развития сельскохозяйственной отрасли республики. Внимание акцентировалось на развитии отраслей животноводства и садоводства в Карачао-Черкесии. Рашид Тимрезов рассказал о высоких темпах развития садоводства в регионе. В частности, реализуется крупный проект сады Карачао-Черкесии. Вместе с тем, уже в семи муниципальных районах реализуется программа высадки мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. Глава республики также сообщил, что он обратился к руководителю Минсельхоза России с просьбой рассмотреть возможность дополнительной государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся выращиванием овец, а также в сфере мелиорации. Стороны обсудили совместную работу по реализации программы комплексного развития сельских территорий. Затопленные огороды вместо подвалов колодцы. Такая ситуация в Тиберде особенно у тех, кто живет у подножия горы. Здесь же находится любимое место туристов, одно из достопримечательностей курорта – водопад. Обильное его течение сегодня наносит большой ущерб домовладениям. В этом убедилась съемочная группа «Вестей» репортаж Александра Коваленко. Петрушка, укроп, лук – вся зелень погружена под воду. А посадка картофеля откладывается в лучшем случае на год. Достать ящики с семенами овощей из подвала так и не смогли. Под водой и все зимние запасы семьи Байрамкуловых, рассказывает нам хозяйка дома Софья. Сегодня отсюда можно черпать только воду, да еще в безмерном количестве. Вода стремительно прибывает. Она нарушила все наши планы. А во дворе передвигаемся мы теперь только в калошах, сетуют тибердинцы. Блоки нижние, все уже в воде. Туда не подойдешь, близко даже. Ручейками идут здесь тоже, видите. То один ручей ушел, теперь второй добавился. Вода непрошенным гостям зашла в каждый двор улицы Подгорной и не только. Потопление частных домовладений происходит здесь каждый год, рассказывают нам встревоженные жители Тиберды. Был огород, стал болотом, где живут теперь лягушки и несвойственно этой местности комары. А из огорода не вытащить ног в прямом смысле. Мы испытали это на себе. Сегодня огороды жителей города Тиберды выглядят именно вот так. Конечно же, они остались без урожая, да и пройти, в принципе, здесь невозможно. Сегодня план семьи Козловых под постройку нового дома выглядит как рисовые чеки. Осталось только посадить рис. Жаль, что урожая не будет. Горный климат совсем не подходит зерновой культуре. Сейчас откопался, хотел что-то новый дом. Сейчас уже думаешь, что делать, непонятно. Видите, она везде уровень, уровень, уровень. Там чуть ниже уровень. Всё, там, значит, уже будет топить. Там уже будет выше вода. Там уже никак. У нас дорога, она как преграда. Эта проблема каждый год разрешалась с помощью лавины, но в этом году она не сошла. Снег, лежащий на вершине горы, постепенно тая, бурным течением несётся вниз. Наша съёмочная группа во главе с Расулом Хубиевым подобралась к самой верхней точке проблемы. Этот водопад, который находится в центре города Тиберды, носит название «Мужские слёзы». А всё потому, что полноводным он бывает очень редко. Но в этом году сильные снегопады внесли свои коррективы. Одна из достопримечательностей Тиберды водопад наполняет другую – озеро. В природе всё взаимосвязано. Жела, по которому вода всегда доставлялась в Каракёль, пришёл в негодность. Собрав дружную команду, неравнодушные к чужой беде жители Тиберды постарались своими силами разрешить хотя бы часть этой проблемы, отведя русло в сторону. Всю проблему в письменном виде главе администрации города Тиберды озвучили пострадавшие жители курорта. Последний раз такое, именно такое было в 2002 году. Будем решать вопросы. Проблема, она постоянная. Решение вопроса сейчас будет коллегиально, комиссионно вопрос решаться. Невооружённым взглядом стало видно, что объём воды, впадаемой в Каракёль, значительно увеличился. Да и уровень озера стал подниматься. Обильные осадки вновь вспомнили путь, который проделали 19 лет назад. Теперь здесь не проехать. Совсем не сладко обстоят дела и на улице со вкусным названием «Малиновая». Чуть меньше месяца назад ночью непривычный для этого ущелья шум нарушил покой жителей. Река, которая здесь не должна была протекать, вымыла своё русло. А вся проблема начинается с медвежьей балки, где таяние лавины и присоединившиеся обильные дожди доставили жителям массу неудобств. Как нам пояснил глава администрации города Тиберды Расул Хубиев, работы по выравниванию улицы начнутся здесь уже на этой неделе. Здесь будут приниматься меры подсыпка от севом-щебнем специальной породы, которая при намокании становится твёрдой. И будет спецтехника работать, которая выравняет всю улицу. Своими силами, силами городской администрации, дренажную систему, которая отведёт грунтовые воды от их домовладений, жители потопленных домов провести не в силах. Помочь, разрешить многолетнюю проблему, обратить пристальное внимание на их беду, они просят представителей республиканской власти и МЧС. Александра Коваленко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. По инициативе Министерства культуры и республики на базе Республиканского центра народной культуры в Черкесске впервые появилась современная государственная звукозаписывающая студия. Почётным гостем открытия стала всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская. Она не только познакомилась с работой студии, но и организовала там первую запись. Подробнее расскажет шерифат Лепшокова. Чарующий голос Кристины Пономарёвой, признанного мастером академического вокала, стал первой записью в новой студии. Особенно приятным моментом было, что всем процессом руководила легенда оперного пения. Любовь Казарновская, не только блистающая на сцене, как никто знает, как важно профессионально записать звук, для того, чтобы голос певца звучал во всей его мощи. Она осталась довольно увиденным, оборудованной по самым высоким стандартам студии, по силу любая запись, даже такого высокого качества. Проект задумывался Министерством культуры и республики полгода назад. Об успехе его реализации свидетельствует оценка, данная мастером высокого искусства. Для молодых, конечно, потрясающий будет опыт, потому что мы будем проводить летом академию. И я думаю, что для молодых получить возможность записи в такой студии, это будет невероятно важным фактором для того, чтобы они ещё более возбудились от того, что можно сделать. Потому что в Москве это нереальные деньги. Это первая в республике студия, которая отвечает всем современным требованиям её возведения. На такую маленькую площадь в 35 квадратов, просто, чтобы вы понимали, ушло 135 листов гипсокартона. В пропорциях это можно застелить, завесить потолок листейным в размерах 800 квадратных метров. Потому что здесь независимая комната в комнате, которая у нас не касается ни пол, ни стен. Перегородки, которые не касаются ни стен комнаты. Независимый пол, который не касается ни одной стены. И ни один шужук, ни один болт не закручен напрямую с бетоном. Всё прорезинено. Профессионал высокого класса Любовь Казарновская замечает малейший нюанс. Все её усилия направлены на результат. Голос Кристины Пономарёвой под безупречную музыку городского камерного ансамбля был записан так же идеально. Идите вперёд! По словам министра культуры Республики Зураба Гирбова, звукозаписывающая студия в первую очередь направлена на создание нового материала. Здесь бесплатно будут записываться музыканты городской филармонии и районных отделов домов культуры. Студия будет действовать и на коммерческой основе. Стоимость предполагается сделать ниже, чем в соседних регионах. Наша студия, которую мы сегодня презентуем, мы уверены, станет одной из лучших на Северном Кавказе. И артисты наши наконец перестанут уезжать в другие регионы, записываться там, а будут работать у нас здесь, работать круглосуточно. Руководитель Республиканского центра народной культуры Артём Александрович Райзин потратил очень много сил и энергии, чтобы это пространство стало действительно творческим пространством, уютным, подталкивающим к созданию нового материала. И мы приглашаем в нашу студию в РЦНК всех деятелей культуры, вокалистов нашей республики, соседних регионов, чтобы посмотреть, что нового мы делаем в нашем музыкальном, вокальном искусстве. Шрифат Лепшукова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Уже не одно столетие русское географическое общество объединяет известных путешественников, мореплавателей, экологов, общественных деятелей, всех, кто стремится узнать новое о России, кто готов помогать в сохранении ее природных богатств. РГО внесло значительный вклад в изучение России, Ирана, Индии, полярных стран и других территорий. Общество заложило основы отечественного заповедного дела, а Карачаево-Черкесское отделение создано относительно недавно, и в этом году ему 25 лет, и они принимают поздравления. Алла Динаева подробнее. Одно из старейших обществ мира было основано по высочайшему повелению Николая I в 1845 году. Тогда в состав Попечительского совета Русского географического общества вошли путешественники-ученые с международными именами, и географическое общество сразу взяло высокую планку ответственности, которую несет и по сей день. В первое время РГО было уделено большое внимание открытиям в океане, изучению границ. В настоящее время географическое общество приняло несколько иное направление. В основном это познание России. А Россия – огромная территория, это 9-10 часовых поясов, множество географических объектов и много интересного и не до конца изученного. А Крачево-Черкесское отделение РГО организовано в 1996-м, и в этом году ему 25 лет. Нас поздравили первые лица президента, вице-президента географического общества, Челенгарова Артур Николаевич, который является председателем регионального совета русского географического общества, куда входят все 85 отделений русского географического общества, всей России. Ну, вы знаете, что президентом у нас является министр обороны Сергей Кужегович Шойгу, а председателем попечительского совета – президент России Владимир Владимирович Путин. Им принадлежат задачи, и перед РГО они ставят не только взаимодействие с географическими и историко-культурными объектами, а еще проводят фестивали, организовывают международные географические диктанты и не только. А наша республика уникальна, а знаете чем? Сама Карачаева-Черкесия – это очень интересная республика. Она по своему разнообразию, биогеографическому разнообразию, она стоит на одном из первых мест в России. И вот это разнообразие, как показатель благополучия региона, конечно, его надо изучать, его надо знать, его надо беречь. Чтобы наша Карачаева-Черкесия всегда была привлекательной, востребованной, и отношение к ней должно быть бережное. И с этим освоением у нас, к сожалению, имеют место и отдельное негативное явление. Вот усыхание, например, хвойных ландшафтов, затем загрязнение рек идет, хотим мы этого или не хотим, но контроль за функционированием и строительством этих объектов у нас еще пока не на должном уровне. Доктор географических наук Вячеслав Онищенко избран председателем Карачаева-Черкесского отделения РГО в 2010 году. И с тех пор ежегодно региональное отделение осуществляет экспедиции в высокогорные районы республики, и они совершенно не изучены. И мы получаем такую информацию, которая дает нам возможность открывать все новые географические объекты и новые перспективы для привлечения сюда большого количества людей, говорит ученый. И еще одна важная задача – сохранить баланс взаимодействия человека с природой, нашей привлекательной разнообразием флоры, фауны, ландшафтов республики. Алла Динаева, Али Бостанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Несмотря ни на что». Редактор субтитров А.Семкин